Ария Румы, маленькие любители по кушке у микрофона как всегда, ваш покожий услуга Мамору, и мы начинаем с вами проходить такую увлекательную игрушечку как Факторио с увлекательнейшим модом Кроссторио. Это очень явная модификация, которая буквально ребалансит все возможные системы, которые у нас только могут здесь появиться. Я попробовал уже поиграть с этой модификацией какое-то время, мне она безумно понравилась, и я хочу записать подобное прохождение, как вы уже знаете, в своей самой любимой манере, максимально интересную для вас просмотре и изучении. Пока что я занимаюсь тем, что собираю все самые интересные ресурсы с нашего корабля упавшего, и DAS уже видно по карте то, что окружает некоторое количество кусок. Здесь по максимуму я старался себе сгенерировать железнодорожный мир, так что ресурсов здесь не так чтобы много, но я думаю, что этого пока что хватит. Здесь у нас имеется сборочный модуль, поврежденный реактор и в принципе много чего еще интересного. Пожалуй, сейчас вот эти вот все ресурсы нужно будет собрать для того, чтобы максимально себе ускорить прохождение этой самой сборочки. Помимо основной модификации Кроссторио здесь практически ничего не установлено, кроме как Крафт Хелпера, ну или такой модификации, которая позволит нам рассчитывать более точно все необходимые производственные процессы. Келмод здесь стоит, то есть, и еще мод на первых дронов, которые у нас здесь появятся в процессе выживания. У нас здесь по идее все ресурсы, которые могли быть расчищены, расчищены, остались два сборочных модуля поврежденных, реактор и исследовательские модули. Мы уже с вами можем создать деревянные опоры, это очень хорошо. У нас здесь есть уже бур, я думаю, что нам нужно скрафтить еще к минимуму один, и поставить его первым делом на уголь для того, чтобы именно уголь нам помогали уже здесь эти буры добывать. Ставлю я их вот таким вот очень полезным образом. Кстати, у нас уже есть дроны, не ожидал, что они у нас уже появятся, и, видимо, они дали нам со стартом. Ладно, хорошо, пусть они пока у нас тогда помогают нам расчищать. Они очень медленные, очень опорные, но они есть у нас, и они нам очень сильно помогут в дальнейшем, хотя бы потому, что они очень сильно просто банально на первых уровнях ускоряют производство всего. То есть, мне нужно будет меньше делать руками однотипных действий, что, естественно, позволит вам в ускоренном режиме все смотреть и понимать. Уголь мы замечательным образом получаем. Пойдемте добудем еще с вами камушек. Но это, в принципе, пока что идет стандартное ванильное прохождение и начало для факторио, где мы просто голыми руками сейчас бегаем и рубим всякие камушки. Давайте хотя бы один бур сюда, не знаю, засунем, чтобы не бегать туда-сюда тысячу раз. И чтобы буры у нас уже крафтились в более-менее полуавтоматическом режиме. И печи, там тоже не хватает камня, у нас вообще ничего нету, вообще... Так непривычно, на самом деле. Твердотопленных бюро нам нужно, конечно же, больше скрафтить, гораздо больше, чем у нас сейчас есть. Ведь нам нужно и железо, и медь, и все на свете скрафтить. И все это в больших объемах, чем у нас есть сейчас. И пока что мы будем очень долго, я думаю, на твердотопленных именно бурах, поскольку я думаю, то что электричество у нас будет очень-очень нескоро. Вот так вот примерно наша схема по добыче железа будет выглядеть. Сейчас немножечко углем будем все это заполнять, хотя бы по минимуму. И это и сюда. В идее все, у нас должно это все работать. И теперь мы, получается, на печке должны выбрать рецепт. Это вот первое, наверное, отличие от изначальной игры мы видим в Кроссторио. То, что необходимо нам для печек выбирать теперь рецепты. По-хорошему, я думаю, то что еще парочку буров на эти самые печи нам нужно поставить. Для этого нам нужно еще как минимум сбегать за камнем. Я еще себе тут немножечко буров поставил на частички угля, чтобы буквально его вылизывать весь. И продолжаю заполнять и наращивать масштабы. Теперь у меня есть хотя бы маломальское производство этих самых железных плит. Замечательно. И не мешало бы мне, думаю, в кором времени, а именно сейчас, начать производить уже медные пластины. Теперь благодаря тому, что у нас больше стало буров, угля у нас тоже становится больше. И это мне не может не нравиться. Ну и пока что начальные этапы производства меди будут у нас выглядеть именно таким вот образом. Тоже нужно меди получать с увеличенным количеством. У нас идет не как ванилики. То есть не 2 к 1, а 10 к 5. Про сути то же самое, но немножко с другими пропорциями. И меди замечательным образом тоже у нас пошла в автоматическом режиме. Теперь же вернемся к обычным исследованиям, которые нам понадобятся в дальнейшем. Первым делом, я думаю, нужно будет изучать ядро автоматизации. И благодаря тому, что у нас изучены другие процессы, мы сможем сейчас с вами немножечко мухлевать. В том плане, что очередь исследований у нас с самого начала доступна. И это очень замечательно. Так, сейчас давайте столбы разместим таким образом, чтобы вот этот вот генератор, по идее, у нас питал те необходимые, получается, установочки. Хотя бы на базовом уровне. Да, немножко опора у нас криво стоит, но ничего страшного. Вот эти вот, получается, древесные базовые карты мы можем с вами крафтить. Древесины и медные кабеля используя. Банально, самое гигантское отличие от обычного факторио мы здесь наблюдаем, то что именно здесь есть карты вместо колобочек. Здесь этих вид карт очень-очень много. От этого еще более-более интересные. И изначальные карты у нас крафтятся из дерева. Как бы это ни было парадоксально и странно. И в этой красторке дерево будет гораздо-гораздо востребованнее, нежели остальные ресурсики. Но пока мы ходим, бегаем и собираем все, что мы только можем, для того, чтобы изучить ядра автоматизации. А уже после изучения, получается, ядер, мы сможем изучить с вами первые вот эти вот сборочные автоматы, которых сейчас, вы не поверите, но их нету. Здесь у нас нету никаких электрических приспособлений с самого начала игры. Давайте посмотрим, что у нас там по производству. У нас, в принципе, электричества хватает, но у нас не хватает производственных мощностей. Как-то очень-очень плохо ты все производишь, но зато ты сразу пять штучек производишь. Ладно, хорошо, я тебя прощаю тогда в таком случае. Давайте пока что сейчас вот еще ручками произведем немножечко вот этих вот карточек и поставим на производство вот этих вот кобелей. У нас меди сейчас много, и будем сейчас мы разрываться и бегать, и что-то пытаться исследовать. Вот мне ничего не нравится, наверное, Кросстория, хотя, наверное, до безумия от этого и больше нравится. Потому что я не могу сейчас ничего ускорить, у меня копится ресурс в виде железа и меди, но ускорить ничего я не могу. Я могу, конечно, создать вот этих вот лабораторий, здесь их больше поставить, но я не думаю, что от этого что-то изменится. Ничего не изменится, потому что мы очень сильно сейчас с вами, даже если попытаемся что-то улучшить, просядем по производству А единственное производство электроэнергии, которое у нас сейчас есть, это ветрогенераторы, которые крафтить на начальных этапах игры очень-очень плохая, как мне кажется, затея Давайте попробуем хотя бы один штат крафтить, чтобы просто чисто посмотреть Как ни странно, нам нужны вот эти вот железные балки Нету просто разделения на стали и железо, наверное, те, кто играет в мод Кросстори уже знают об этом Он получается 20 киловатт по стоянке, неплохо, неплохо, но очень-очень мало, по сравнению даже с поврежденным реактором, который выдает нам 240 килоджоулей Примерно тех же размеров Еще одну штучку, я подозреваю, лабораторию мне хватит, потому что она потребляет 200 киловатт получается Что неподъемно много, конечно, но это, по-моему, самый лучший вариант будет Вот сюда вот мы бахаем, получается, лабораторию И в нее мы тоже закидываем исследовательские пакетики И производство, получается, у нас ускорилось гораздо-гораздо сильнее Следующее, что бы я, пожалуй, хотел изучить, это будут автоматы, наверное Что у нас по загрязнению? Вот эти вот ульи и кусак уже скоро на нас начнут нападать Это очень-очень плохо, плачевно даже, я бы сказал Пожалуй, следом надо будет изучать и пытаться автоматы и металлургию Я не стал, как в прошлый раз, по вашим просьбам многочисленным Делать кусак на большом удалении от нас Поэтому в скором времени они начнут у нас нападать И мы будем в большой-большой проблеме И с большими трудностями мы с вами столкнемся О! Слышали этот звук? А это значит, что у нас изучились вот эти вот замечательные ядра автоматизации Которые меня невероятно бесили в свое время Так, сборочные автоматы У нас, получается, жрут 77 Это в максимуме То есть она будет сейчас, пока производить Он будет жрать на постоянке 77 киловатт А ты у нас сколько жрешь? 93 киловатта Поэтому я думаю, ответ будет очевиден Если я сейчас вот это вот просто возьму и уничтожу Нафиг нам такой большой потребитель Если мы можем сейчас крафтить два обычных вот этих вот А вот автоматы, кстати, произвелись у нас Теперь мы можем кучу всего крафтить Крафчу я себе, пожалуй, обычный пистолет-пулемет Я думаю, это будет намного эффективнее Оружие и давайте парочку пачек патронов я к этому изучу Так, и сейчас вот эти вот сборочные автоматы я вот так вот буду размечать Для того, чтобы исследования шли у нас на автоматическом режиме Даже если что-то вдруг я забуду отсюда Парочку манипуляторов мне нужно скрафтить И, получается, здесь мы ставим базовые технологические карты А здесь микросхемы Получается, мы сюда должны загружать медь Сюда мы должны загружать, получается, дерево и медные кобеля И все, получается, у нас в автоматическом режиме пошло Да, ну, конечно, не надо забывать о вот этих вот манипуляторах И сейчас, получается, само будет сюда закидываться Само загружаться И если я все правильно понимаю Это вот все производство, которое нам нужно на производство вот этих вот самых ядер автоматизации Сейчас нужно сюда поставить банальный сундучок какой-нибудь И сюда, получается, мы закинем соточку угля А сюда мы закинем под тишок медь И ядер автоматизации должны у нас пройти И производиться без моего участия абсолютно Замечательно И, пожалуй, я хотел бы сделать части манипулятора производиться Мы же можем каким-нибудь образом сделать так, чтобы это все производилось Так, и теперь здесь мы ставим, конечно, части манипулятора Туда мы железо все загружаем Все, получается, у нас вот здесь производство небольших шестерней и плиточек А здесь у нас получается сборочный автомат, который производит части манипуляторов Которые идут у нас на сами манипуляторы Ядер автоматизации у нас успешно крафтятся Все у нас замечательно пошло производиться без моего участия Но зато у нас хватает теперь ресурса на то, чтобы скрафтить себе бойлер и пировые турбины Пока что очень топорно и тупо будут вот так вот у нас очень наши бойлеры стоять И зато, смотрите, как много теперь мы киловатт производим И они даже не работают на часть своей мощности Потому что их мощность сейчас не нужна абсолютно Часть манипуляторов и микросхем мы забираем Здесь у нас все закончилось производство, потому что закончились экстрасхемы Ничего страшного Здесь у нас производится все замечательно производится Я думаю, что можно еще, пожалуй, две штучки лаборатории нарастить А вот эту вот старую лабораторию можно уже и снести Хоть она и меньше производит у нас электроэнергии Она не сможет у нас, получается, производить ничего лучше, чем вот эти вот как раз красные карты Поэтому ее необходимость здесь абсолютно нулевая Вот таким вот образом у нас пока что здесь будут лаборатории располагаться Но это временный вариант и глубоко временный Пожалуй, еще нужно парочку штучек булеров на уголь поставить Его, чувствую, как-то у нас мало очень Железа тоже у нас мало Ведь когда только потребление ресурсов пошло, соответственно, его мало и стало Все логично у нас пока что Думаю, даже в скором времени нам нужно будет производить автоматически и манипуляторы, и все на свете Но до этого еще очень-очень далеко Ну вот, теперь у нас гораздо больше производства, гораздо выше скорость Но зато теперь вот этого завода нам не хватает Скорочный автомат по производству пустых карт я сделал Осталось нам сделать только производство непосредственно самих красных карт Пока как это сделать, я не представляю на самом деле Без шины очень сложно работать А на шину нужны ресурсы или хотя бы все это делать в энергетике На угле это делать вообще нереально У нас нету таких масштабов производства, чтобы делать шину, во-первых, сейчас Поэтому будем выкручиваться вот таким вот углевым способом Нужно, я так понял, наращивать масштабы железа Без него у нас ни чего-нибудь И красную схему я ставлю, и он, получается, должен нам сейчас начать все это делать Все это мы пооружаем успешно на конвейер И он, получается, отсюда все уходит Ну, давай, уходи Все, начало производство, и нужно сейчас это все запихать в какую-нибудь лабораторию И все у нас, производство красных пошло Ну, очень топорно, конечно, ладно Да и фиг бы с ним, на самом деле Пусть у нас вот так вот они будут выстроены в ряд Потому что немножко там мне пришлось похимичить, чтобы разметить все нормально Логистику, главное, делают? Делают Все, остальное не важно Руки из-за загрязнения атакуют? А где и откуда? Откуда идет атака? Не знаю, но мне уже страшно Пока я никого не вижу, турели у меня нету Вообще ничего нету, это очень страшно О, не такая страшная атака, как казалось бы Но могла бы очень сильно повредить Да, железа сейчас нужно нарастить масштабы Железа сейчас очень сильно не хватает Пожалуй, давайте сейчас еще печек поставим Столько же, сколько у нас сейчас стоит Смотрите, как замечательно Я могу уже сделать вот так вот Ctrl-C, Ctrl-V Все И не надо мне заморачиваться И не надо что-то делать Оно само все за меня делает Какая кайфуля просто Я не могу Все, производство у нас еще одно Получается, железо открылось Это супер Погрузчики открылись разделители А самые классные Манипуляторы Просто части манипуляторов и электросхемы Ой, да Просто, ой, да Вот это вот сразу можно сносить отсюда Все Делают здесь сразу вот эти вот нормальные манипуляторы Да, они чуть больше живут у нас электроэнергии Они работают Но они работают бесконечно Их не нужно запариваться о том, чтобы их заправлять По-хорошему нужно прикинуть, где у нас будет шина Я не знаю, где у нас будет шина, ребята Потому что я не вижу вообще ничего Стоп, что Атакуют! Кусаки атакуют! Посмотрите на них, а? Засранцы Разрушили мне бур Ммм, засранцы Негодяй, а? По-хорошему турели бы Турели у нас, вот они есть, да? Вот они у нас есть, турели Можем начинать их изучение Мы сейчас их изучим И Кусаки нам теперь будут не страшны На хоть маленькое количество времени А пока мы с вами будем делать Электрические буры Которые позволят нам делать Переплавку Не знаю пока, как уголь у нас будет идти Ресурсов у нас пока что мало И переплавочку нужно начать Именно с железа Нужно очень большое количество Всего и вся И теперь я как раз-то Хочу воспользоваться я хеллмодом Для того, чтобы рассчитать потоковое железо Вот, 22 печи Мне нужно будет на одну Линию конвейера А это значит то, что у нас при полной загруженности Вот такого вот желтого конвейера Будет наибольший КПД Это так, я распланировал наш дальнейший производ Из-за того, что нам нужно очень-очень много конвейеров Сейчас нужно будет в оперативном режиме Это все производство конвейеров Нам организовать здесь Как-то так у нас пока что будет выглядеть Производство конвейеров Поезде и вот по этим двум линиям Должен у нас сейчас идти уголь По этой линии должно идти железо Я знаю то, что можно сделать это более экологичное И более длинном формате Но, как мне кажется, вот такой вот вариант переплавки Будет нравиться мне больше всего Да, да, криво Я знаю Но это временные варианты Постоянно временные варианты, короче Так, уголь у нас здесь скапливается И, 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 и Давайте вот здесь вот уголь пустим По-другому немножечко, чем я планировал Вот он самый раздвоитель Сюда, получается, идет уголь Он дальше здесь продолжается Здесь он снова, получается, у нас раздваивается И снова раздвоитель здесь вот нужен Потому что переплавка на этом не закончится Будут еще цеха Так, и забыл, конечно же, я выбрать сюда вот проект железа Так, и получается вот здесь вот Где у нас должен собираться весь путь Я ставлю пока что вот таким вот образом погрузчик И сундук, обычный погрузчик Это тоже очень мне нравящийся инструмент и вещь Просто вещица Которую всю руку с конвейера Если он идет под прямым углом Погружает в следующий по следу Вот это получается хранилище И как раз этим хранилище будет здесь сундук И первое железо у нас здесь пошло Значит, что железо у нас сейчас появится в неограниченных объемах Ну, по мере начала игры Теперь нужно немножечко видоизменить Систему погрузки нашего топлива, получается, на этот конвейер Хочу я использовать опять-таки погрузчики Я не знаю, я очень их сильно полюбил Пока играл в эту модификацию Погрузчик у нас ставится вот таким вот образом здесь И получается все, что есть в сундуке Если он к нему спиной повернут по стрелочке Он выгружает И просто вот эти две линии будут заполнены Давайте уже начинать производство турелей Они нам понадобятся, так же, как и кусаки Хотя они начального уровня Я думаю, их потом будет становиться все больше и больше И рано или поздно нам на стамент такая большая непросветная пить А то, что мало не покажется нам Они попадались именно вот сюда Вот, значит, вот здесь мы будем организовывать оборону Нам нужны турели Пока воспользуемся вот этими шестью Это очень мало Это лучше, чем ничего, на самом деле Абсолютно лучше Пока что давайте вот маломальский, не знаю, где-нибудь вот здесь вот заводик разместим Очень субурно, конечно, все это, ну ладно Заводик, который нам будет производить патрончики Для винтовочек, получается, вот эти вот Пока нам до более сложных каких-то предметов для изучения всего и вся очень-очень далеко Будем пока двигаться маломальскими шагами Хотя бы в какую-то сторону Например, в сторону электроники Я предлагаю начинать размечать хотя бы какую-нибудь шину И вот здесь вот я, пожалуй, ее начну делать и вниз вести Для этого нужно очень много конвейеров, конечно Но, ладно Шина я начну, пожалуй, вот здесь вот, думаю, да? Да, вот здесь вот где-нибудь начнется наша шина Вот как-то так наша шина будет выглядеть на всех основных этапах игры Получается, она будет выглядеть так до конца Я знаю точно, вот эти вот две линии пойдут на железо и медь Их можно было в больших форматах разместить Но так как нам нужно большее количество ресурсов И как показывает практика игры в Кроссторио Нам большего количества не нужно будет И если нужно будет вдруг большего количества Я все по месту-то делаю И все по месту это будет размещено Здесь у нас, получается, идут зеленые и красные микросхемы Дальше там стекло, сталь, кремний Которые необходимы в производстве Драгоценные металлы Еще куча всего интересного Решил я также сделать здесь отступы побольше по ним Не знаю зачем, но, видимо, пригодится И нужно будет сейчас попробовать уже сделать Производство вот этих вот теми необходимых микросхем Именно вот на этой самой шине Ну или, по крайней мере, попытаться это все сделать Так, и получается мол Ну я думаю, давайте сейчас чуть отступим отсюда И вот здесь у нас начнется, получается, наш МОЛ То есть мол так называемый Ну давайте вот так вот здесь пойдет Пока что вот этих линий нам хватит за глаза МОЛ это так называемая фабрика всего И эта фабрика так называемая всего Нужна только для одной цели Строительства самой базы То есть это часть базы, которая нужна для строительства себя самой Надеюсь, я доходчиво объяснил У нас получается здесь вот будут идти 4 линии с различными ресурсами На первой линии запланировано таким образом Что будут идти, получается, с одной стороны медь С другой стороны железо И это все сейчас нужно запустить сюда Все у нас успешно пошло туда железо, медь Замечательно И получается, линия конвейеров никак не будет прерываться Железо и медь дальше пойдут у нас по своим делам Если у них таковые будут А на МОЛ они поступают успешным образом А это нам нужно будет все собрать И это просто чисто для проверки было Второй ресурс, получается, по одной из линий будет, который идти Это, получается, вот эти вот самые ядра автоматизации Которые нужны везде и всюду чуть ли Для них, получается, нужны всего лишь 6 медных плит Железные пруты и шестерни Мы уже, по-моему, смотрели с вами рецепт Но не рассчитывали, точно 2 фабрики прутов и 4 фабрики шестерней Замечательно Нам нужно очень много фабрик По идее, вот так вот должны выглядеть наши производственные ресурсы По производству непосредственно вот этих вот ядер Автоматизации 4 штуки Немножко большее количество предметов Но должно хватить, по идее, по расчетам Вот здесь должна быть подведена медь для ядер Здесь получается железо для прутов и шестерней И все это у нас выводится на нашу вот эту вот моловскую линию По идее, все у нас работает И для того, чтобы проверить, я хотел сюда засунуть железо Полстака, я думал, хватит И сюда вот полстака меди, которых у меня есть Вот единственный минус вот этого вот всего масштаба и производства Это не масштабируется То есть, как бы я ни хотел, не получится его увеличить как-то Но я думаю, что это ничего страшного Ведь вот этих ядеравтоматизаций на самом деле не так много где потребуется В массовом производстве, насколько я помню, я нигде не участвую Поэтому и ладно Так, получается, медь сюда пошла Ядеравтоматизации начали уже создаваться Прутия сюда пошли И у нас, получается, не хватило для всего этого железа И, пожалуй, я даже займусь тем, что буду сюда вот железо как-то в автоматическом пытаться режиме доставить Все зависит от того, насколько далеко это надо будет везти Все, получается, у нас железо, кстати, уже доведено успешно Пускай буферизуется, пускай запускается И вот теперь у нас замечательно получается таким образом В сети будет все необходимое Ну, кроме меди Медь сейчас мы попробуем тоже подвезти Но для этого нужно делать автоматическую переплавку меди Но я думаю, что мы уже медью займемся в следующей серии Автоматической, по крайней мере, переплавкой А сейчас мне нужно, пожалуй, создать еще парочку буров на железо И закончить с железом И уже потихонечку на этом серии можно будет и заканчивать Крафчу я себе потихонечку тут буры И пытаюсь как-то увеличить и нарастить масштабы производства всего этого железа Я думаю, что за серию мы успели очень-очень даже много Даже набросали примерный план шины, который у нас будет дальше идти И потихонечку мы с вами уходим на тот уровень Где сможем буквально за щелчок пальцев, наверное, отправлять космические корабли Браздить просторы космоса Но думаю, что об этом и о многом другом мы уже будем думать в следующих сериях Ну, а пока на этом все Всем спасибо, что смотрели У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору И эта удивительная игрушечка Фактория На этом все Всем удачи, всем пока И я не прощаюсь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok